Заболел в местный ФАП. Фельдшеры окажут скорую медицинскую помощь, назначат необходимые процедуры и ободряющее слово скажут. Как ваше самочувствие? Хорошо. Жизненный ваш настрой? Хорошо. Это самое главное. У нас население большое и посещаемость большая. Этот ФАП в поселке Куракинский был открыт 9 лет назад. Состояние такое, будто это было вчера. Здесь обслуживается почти 700 человек. Пожилые селя не помнят, как необходимую помощь получали в послевоенном малоприспособленном строении. Вот оно видно из окон. В 80-х медиков переселили в другое здание. Жителям и медработникам есть чем сравнивать. Сейчас в новом здании, конечно, совершенно другие условия. Это светлое большое помещение, это прекрасные большие комнаты. Конечно, в таких условиях работать очень приятно, но мы стараемся поддерживать чистоту, уют. Раньше у нас была подведена только холодная на том медпункте, и горячей не было. А сейчас вот у нас горячая. Быт бытом? А что насчет оборудования? У нас есть здесь и ультразвук, здесь мы делаем и фонофорез, делаем увыче. Временно исполняющий обязанности губернатора во время визита в поселок Куракинский посетил ФАП. Небольшая экскурсия. Строительство выполнял Орел, госзаказчик, Монина Людмила Григорьевна. Большое от нас человеческое спасибо. Из-за, не просто пришел человек? Нет, пришел, просто мы обслуживаем. Но мы видим, он был отомный журнал. И определение потребностей сельской медицины. Хотелось бы ингалятор нам, это самое не было, ингалятор, потому что у нас был, и он просто вышел из строя, приезжал мастер, говорит, уже там нечего делать. Они как бы такие, им срок службы 5 лет, и все. Есть, вы можете помочь? Есть, вы можете. Видите, главврач обещает помочь. Ну, очень рады. А это задача регионального масштаба. На сегодняшний день мы на 2018 год запланировали строительство нескольких ФАПов в районах. И в данном случае село Никольское в Средловском районе. В 2018 году должно начаться строительство и закончиться строительство. И я думаю, что мы поэтапно эту задачу будем решать, определяя обоснованность размещения объекта, ну и наши возможности, самое главное. В конце минувшего года на пресс-конференции Владимир Путин призвал обратить внимание на доступность медпомощи на селе. Надо сосредоточить усилия на создании новых форм обслуживания в малых поселениях. В частности, применять передвижные пункты оказания помощи. Наталья Пехтерева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.